Почему же рынок криптовалюты, в частности биткоин, в последнее время падает? И это несмотря на то, что рынок фондовый в это же самое время растет. И это несмотря на то, дорогие друзья, что факторы, которые оказывают влияние на оба этих рынка, идентичны. Мы имеем очень высокие реальные процентные ставки, номинальные процентные ставки, войну на Ближнем Востоке и многое-многое другое. Огромное количество рисков на сегодняшний день и несмотря на это фондовый рынок растет, а вот рынок криптовалют нет. Почему так происходит и самое главное, что со всем этим делать, я и постараюсь донести вам в этом видеоролике. Если видео понравится, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вдруг по какой-то странной причине еще не подписаны. Ну и также подписывайтесь на мой телеграм, ссылка на него будет в описании. Начать это видео я хотел бы с небольшой отсылки к видео прошлому, где я рассказывал про нефть и про золото и объяснял взаимосвязь стоимости золота с реальными процентными ставками. Так вот, очень классный график мне тут попался, друзья, где мы видим вот эта синяя линия, это реальные результаты золота. Голубая линия, это прогнозируемые результаты, которые золото должно было показать с учетом реальных процентных ставок. И мы видим, что корреляция, ну прямо супер-супер высокая. И вот это то, что я рассказывал, то, что я вам объяснял, почему так происходит, потому что чем выше реальные процентные ставки, тем меньше интереса в таких инструментах, как золото. И, соответственно, чем ниже реальные процентные ставки, тем больше интереса в золоте по отношению к каким-то другим инструментам. Вот так это работает. Это вот просто минутка отсылки к тому, что мы обсуждали в видео прошлом. Теперь же, друзья, давайте буквально несколько минут я постараюсь вам построить картину происходящего на рынке. Что мы с вами имеем? Частично мы уже поговорили, частично, я думаю, вы и так следите за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Это такая вот новая тема, которая захватывает наши с вами умы, потому что, безусловно, если там что-то пойдет, выйдет из-под контроля, то от этого может зависеть жизнь каждого из нас. Так вот, друзья, кроме войны в Украине, уже новая война в Израиле, соответственно, с Хамас, мы имеем с вами с точки зрения фундамента, с точки зрения глобальных экономических уже факторов, это то, что ставки в последнее время достаточно сильно выросли. Почему так произошло? Все очень просто. Мы получили сильные данные по рынку труда, мы получили неплохие данные по ВВП Соединенных Штатов. Соответственно, рынки продолжили прайсить нарратив, который нам транслирует Фет, что hire for longer. Соответственно, в такой ситуации рынок, грубо говоря, сам себя отшлепал по попе, то есть Паулу даже не пришлось ничего делать, и, соответственно, Паулу не будет больше шлепать. То есть, грубо говоря, с учетом роста процентных ставок, рынок это все запрайсил Паулу, и ФРС не нужно больше повышать процентные ставки, несмотря на достаточно сильную макро-статистику, которая требует, очевидно, в борьбе с инфляцией, более высоких ставок. То есть, что должен, какая здесь логика, да, об этом я тоже рассказывал в прошлых видео, что когда у вас высокая инфляция, вы должны очень сильно повысить реальные процентные ставки в экономике для того, чтобы темпы экономического роста были ниже потенциала. Соответственно, когда у вас темпы экономического роста ниже потенциала, то рано или поздно цены в этой системе начнут снижаться, то есть произойдет вот эта нормализация, которую и хочет добиться, соответственно, ФРС. Это взаимосвязь, это то, что хочет Фед, соответственно, раз ставки и так выросли, реальные процентные ставки и так выросли, Феду этого делать не придется. Что еще мы должны с вами знать, это то, что с одной стороны, рынок сам себя наказал, то есть сам, как бы, увидев эти данные, сам себя наказал. С другой стороны, позитив заключается в том, что высокие процентные ставки все-таки являются определенной проблемой для Феда, то есть слишком сильно ужесточить. Если вспомните ранее, 22-й год, они нам транслировали следующий месседж, что мы боимся сделать слишком мало сейчас, то есть для нас не стоит риск сделать слишком много, слишком сильно ужесточить монетарную политику. У нас есть риск сделать слишком мало. Сейчас же они говорят, что эти риски сделать слишком мало и слишком много, они примерно находятся в балансе. Именно поэтому Фед на сегодняшний день находится в состоянии паузы и пытается оценить, в какую сторону сейчас идет перевес. Так вот, растущие процентные ставки представляют собой тоже определенную проблему для экономики, потому что вырастают риски пережать. И это позитивно, да, такой микропозитив может сказаться на том, что темпы QT, сокращение баланса ФРС могут быть замедлены в связи с этим. Что еще, друзья, мы должны знать, что Фед, кроме того, что менеджит ставки, реальные ставки в экономике, менеджит инфляцию, менеджит рынок труда, у него два мандата, инфляция и рынок труда, темпов роста экономики там нету, да, как бы вроде бы нам не хотелось. Нету, это исключительно некий бай-продукт, да, то есть побочный продукт того, что делает Федрезерв с точки зрения его монетарной политики. Кроме вот ставок и рынка труда, Фед косвенно влияет на уровень волатильности, уровень рисков, которые существуют в экономике. Соответственно, для того, чтобы снизить темпы роста экономики, чтобы побороть инфляцию, то есть опять-таки это побочный продукт монетарной политики, ему нужно увеличить риски в системе, то есть увеличить волатильность, которая является прокси на риски. То есть чем выше волатильность, про это мы, кстати, еще поговорим, это очень сильно связано с криптовалютами. Мы видим очень высокую волатильность на рынке долговом, что, соответственно, делает Фед менее склонным продолжать свою ужесточающую монетарную политику. Что еще, друзья, мы знаем с точки зрения рынков фондовых? Первое, это то, что объем транзакций все еще далек от своих пиковых значений. А соотношение long-short среди хэш-фондов, оно находится на некой такой средней за последние 4 года. То есть рынок фондовый далек от своего перегретого состояния, из которого, как, например, в 2021 году мы могли бы сказать, что очень вероятно, что рынок супергоряч, и вот-вот-вот-вот что-то произойдет. То есть рынок еще не в этой фазе. То есть мы начали только приподняли нос, и, соответственно, можем ожидать, что рынок в такой ситуации продолжит расти. Почему так? Ну, потому что вот мы видим, что рынок-то падал на чем? Рынок падал на ужесточение монетарной политики. Раз, на снижение темпов роста ВВП. Сейчас это все уже по большому счету в ценах. И единственный риск, который сейчас есть, это вот эта неопределенность, про которую мы тоже сейчас еще с вами поговорим. То есть рынок, с точки зрения своих качественных характеристик, далек от перегретого состояния. Что еще мы должны знать? Что в целом-то инфляция, с которой борется Федрезерв, на сегодняшний день, ну, если не побеждена полностью, то в значительной степени эта проблема решенная. То есть, понятно, есть рынок труда, есть много параметров, которые дают нам неоднозначную трактовку, победили ли мы инфляцию или же нет. Но, тем не менее, сами цифры, они уже не 7, не 8, не 9, как это было в прошлом году. Они уже там 3, 4, что в целом является не критичным ни для экономики, ни для Федрезерва. Соответственно, то, что цифры продолжают снижение, это тоже дополнительно позитивный фактор для рынков, что дальше Феду не нужно ужесточать свою монетарную политику. Что еще мы должны знать? Это то, что оценки, по которым торгуется рынок, как вот европейский, так и американский, это Forward P, они в целом, ну, на неких исторических средних за последние 10 лет. Ну, может быть, чуть-чуть выше. То есть, они не вот в этих пиках, недалеки. И, соответственно, если мы можем ожидать, что некое смягчение все-таки когда-то через год, через полтора, через два произойдет, то оценки, они же тоже привязаны к реальным процентным ставкам. Соответственно, оттуда может быть какой-то позитивчик с учетом расширения этих оценок. То есть, оценки могут вырасти, что, соответственно, оставляет потенциал для роста рынка. Что интересно, друзья, вот в прошлом видео не успел вам показать, и так было большое, большой видеоролик. Это то, что покупают хэш-фонды. Так вот, мы с вами видим, что Forward P по европейскому рынку, он сильно ниже, чем по американскому рынку и ниже исторических средних значений за последние 10 лет. И вот фондовые хэш-фонды, я, наверное, что-то не то сказал, хэш-фонды, фонды скупают именно европейский рынок. То есть, там идет большой приток капитала именно в европейский рынок, как раз-таки по причине того, что этот рынок достаточно дешевый. Что еще мы должны знать, друзья, так это то, что Китай начинает серьезно стимулировать экономику. То есть, они расширяют дефицит бюджета, они начинают вкладываться в инфраструктуру и пытаются поддержать темпы роста своей экономики. Что очевидно, позитивно, как для Китая, которого лихорадит рынок недвижимости никак не запустится заново, там дефолты и прочее маячит. В общем, там ситуация сильно не улучшилась, но то, что власти на это все реагируют новыми деньгами, очень и очень позитивно для рынка. Кроме того, друзья, мы не должны забывать, что у нас есть очень два важных сезонных тренда. Первый сезонный тренд это предновогоднее ралли, это такой локальный тренд, который мы можем ожидать до конца года. Это и тренд политический, где у нас есть, значит, четыре года предвыборный сезонный цикл. Вы или выборный сезонный цикл, в общем, цикл президентства в Соединенных Штатах. Значит, есть первый год, потом второй, третий и, соответственно, предвыборный четвертый. Так вот, следующий год, дорогие друзья, это у нас, наверное, год выборов. Год после выборов, второй, третий и год выборов. В общем, сложно с этими американскими, да, пойди разбери, что там у них происходит. Следующий год у нас год выборов и по статистике, когда у нас демократы, S&P 500 растет на 11%. Почему так? Да давайте посмотрим, что делают демократы. Они же такие там, если, ну, опять-таки, да, это такая вкусовщина, да, это как вот болеть за какие-то футбольные команды и так далее. Я думаю, политические предпочтения, тем более там республиканцы, демократы, какая нам-то особо от этого разница. Но, как мне кажется, мое субъективное мнение, что все-таки последнее время республиканцы выступают голосом разума. Возможно, в предыдущие какие-то там периоды было наоборот, но что сейчас делают демократы, это такая странная политика, как мне кажется. И, конечно же, они будут проталкивать вот эту историю для того, чтобы как-то простимулировать рынки, и простимулировать, возможно, значит, рост экономики для того, чтобы набить баллы вот в этой предвыборной гонке. Потому что последние опросы показывают, что опросы, что интересно, друзья, на ресурсах, которыми владеют демократы. А даже там, то есть максимально необъективная, максимально субъективная информация касательно того, кто хороший, кто плохой, черное-белое, даже там демократы проигрывают. То есть Трамп уже набирает больше голосов, нежели чем Байден. Соответственно, большой запрос, то есть так, как они делали ранее, то есть, смотрите, республиканцы особо этим не пользуются, всего лишь 4%. То есть они больше как-то там, чтобы экономика, органика, какие-то такие процессы, а демократы вот они максимально нечестную игру ведут и, соответственно, пытаются как-то набить себе баллы. Будут ли они использовать этот козырь в следующем году? На мой взгляд, очень вероятно. То есть все возможные способы для того, чтобы победить на предстоящих выборах, потому что, если нет, ну, вся вот эта вот нынешняя повестка, которую Соединенные Штаты выстраивают, она просто развалится в пух и прах. И то, что там было влите огромное количество денег, сотни тысяч погибших людей, все это окажется просто-напросто, ну, бессмысленным. Вот, поэтому, конечно же, они будут стремиться набрать себе дополнительные баллы. И все это говорит нам о том, что рынки-то достаточно побычи настроены, то есть есть на чем расти. И вот эти факторы, то есть почему рынки, казалось бы, началась война на Ближнем Востоке, почему рынки растут? Ответ, на мой взгляд, достаточно прост, потому что вот есть все вот эти фундаментальные факторы, о которых я вам только что рассказал. И если этот конфликт останется локальным, а делать его глобальным, ну, интереса нет ни у кого особо большого, кроме, пожалуй, наверное, там России, да, ну, опять-таки, это политика, да, сейчас я не очень хочу в это во все погружаться, потому что там такое все очень, очень и очень дурно пахнущее. Вот. Ну, по крайней мере, ни Израилю это невыгодно, ни Соединенным Штатам это невыгодно, потому что если там разгорится большой конфликт, то потушить его будет около невозможно. Это приведет к неконтролируемому росту цен, соответственно, придется печатать деньги, доллар опять будет под риском, огромнейшая инфляция, которую с горем пополам победили, победили новый фронт, очевидно, который, ну, уже очень сложно будет и финансово, и по оружию потянуть и так далее. Соответственно, ну, то есть, если это все останется локально, а по крайней мере, некий прогноз базовый, что так и будет, то, соответственно, это какого-то большого влияния на глобальные процессы не окажет. И, грубо говоря, риск, соответственно, рынок пошел этот риск выкупать. Именно поэтому мы видим с вами, как фондовый рынок растет. Почему же не растет рынок криптовалют? Вот это главный вопрос, который беспокоит многих, и в том числе, конечно же, беспокоит меня. Один из ответов, такой фактор, я не знаю, знаете ли вы его или нет, это то, что Хамас аккумулировал деньги при помощи криптовалют. То есть, как стартап, значит, в своем вот этом вот террористическом мире, где-то был, значит, фандрайзинг, не знаю, как они это делали, да, как они питчили, да, то есть, на что мы будем тратить деньги, да, какие у нас там, ну, это ужасно, да, особенно после тех кадров, которые все, я думаю, мы уже посмотрели, ну, как-то вот они собирали, да, то есть, почему нет? Этот капиталистический мир можно вот собрать, есть криптовалюта, все достаточно просто, значит, собирали деньги при помощи криптовалют. Это очень, ну, опять-таки, в рамках текущего контекста, это достаточно серьезный негативный фактор для всего, имиджевый фактор для всего рынка. Я думаю, что это одна из причин, достаточно серьезная, почему мы видим падение рынка криптовалют. Вторая причина, я думаю, что это напуганные инвесторы, которую вот buy and hold или там держать до победы, до потери сознания криптовалюты желающих за последний год сильно поубавилось. Я думаю, что в отличие от фондового рынка, где все плюс-минус понятно, ты покупаешь производственный актив, который, если там даже что-то происходит, у тебя есть предприятие, у тебя есть технологии, у тебя есть рынок и так далее, и так далее, то есть, это производственный актив. Криптовалюты все еще таким не являются. И поэтому вот в долг, несмотря ни на что, желающих держать крипту, конечно же, немного. И поэтому я думаю, что разное поведение инвесторов. То есть, это вот как бы вторая причина. Ну, есть еще, конечно же, теории заговора, что там кого-то вытряхивают, кого-то нагибают, но это на другие каналы, друзья. Хотя я думаю, что я тоже могу сейчас выдать там не одну теорию на этот счет, но не будем. Все-таки не будем отбирать хлеб у моих коллег, которые неплохо и так справляются с этой задачей, рассказывая про манипуляторов, про там скрытые процессы, про страшного маркетмейкера, про то, как сейчас хомяков, хомяки, киты, там такой же зоопарк интересный, да, кто-то кого-то нагибает, там, киты, хомяков, ну, какие-то странные процессы, да, фантазии, фантазии, чит-чита. Ужасно, ужасно только представить это. В общем, друзья, давайте теперь поговорим, все-таки отбросим весь юмор, иронию, сарказм и прочее, и попробуем понять, что же со всем этим делать. Это вот самое главное, наверное, вот сколько там, 19-18 минут, в общем, много, много я вам рассказывал, для того, чтобы подвести к самому главному. Я думаю, уже там процентов 30-40 зрителей уже плюнули. А, Андрей, не будем смотреть тебя, пойдем котиков посмотрим, или же вышло новое видео про манипулятора. Там точно интереснее, чем твои вот эти кривые и проще. Что со всем этим делать? Давайте попробуем построить некоторые гипотезы, потому что, наверняка, я не знаю, у меня нет хрустального шара. Я исповедую. Вообще есть, на самом деле, несколько стратегий работы на рынке. Первое, на мой персональный взгляд, дилетантское. Это когда мы пытаемся простроить точный прогноз, что вот это точно будет расти, и это мы покупаем. В долгу это, как правило, работает плохо, и профессиональный подход заключается в том, что мы пытаемся вместо одного какого-то прогноза построить вероятностный, дать вероятностную оценку тем или иным событиям, и уже исходя из этой вероятности, выстроить под эти варианты, выстроить свою стратегию. На мой взгляд, и вот, опять-таки, профессионалов, которых я там смотрю, слежу, с кем мне удается пообщаться, из индустрии, исповедуют ровно тот же подход, что и я. Первый сценарий, давайте попробуем с вами спрогнозировать. Первый сценарий, я бы хотел, наверное, поговорить про самое страшное. Это то, что никакой локализации не происходит, что мы, все это влажные наши фантазии, мечты, и мы получаем полноценную войну с риском применения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Что происходит в этот момент времени? Это мощнейший рисков. И фондовый рынок, и валюты развивающихся стран, и криптовалюты в том числе, все просто полетит камнем вниз. Что полетит вверх? Полетит вверх доллар, и полетят вверх. Наконец-таки полетят вверх трежеря, потому что, а куда бежать? Ну, откуда бежать? США далеко, это где-то тут, там Европа, Россия, в общем, надо куда-то далеко, дальше всех от этого всего находится Соединенные Штаты. Это первый сценарий, и он действительно имеет право на жизнь. Второй сценарий, друзья, это то, что мы с вами получаем локализацию, вот то, что сейчас прасят рынки, и, соответственно, дальше мы получаем с большей вероятностью отработку вот этих вот трендов. Во-первых, то, что у нас пауза по, значит, ужесточению монетарной политики, то, что, соответственно, высокие процентные ставки беспокоят Фед, и он и вкупе с правительством Соединенных Штатов склонен будет как-то это все ослаблять, потому что огромный дефицит бюджета под большие ставки это все финансировать сложно, соответственно, хотелось бы это как-то снизить, чтобы дать какой-то импульс все-таки экономике и рынкам. То есть в 2024 году мы же можем не получить какого-то серьезного роста. Нам этот рост могут пообещать в 2025. Этого будет достаточно для рынков. То есть, что в 2025 мы будем, например, снижать, рынки начнут все это дело прайсить и так далее. И это, ну, рынки живут ожиданиями. Не тем, что происходит здесь и сейчас, а, соответственно, ожиданиями, ожиданиями, плюс предвыборное ралли, плюс предновогоднее ралли. И в этой ситуации больше шансов за то, что мы получим рост. Он будет неравномерным, он будет, безусловно, опять-таки, с какими-то просадками, возможно, с какими-то негативными новостями, что вот, значит, выйдет какая-то новость сейчас, что вроде бы эскалация проходит, рынки могут очень сильно, эскалация началась, рынки очень быстро упали, но затем, если эта новость, дай бог, фейк, да, и дай бог, чтобы их вообще не было, рынки все это дело будут дальше прайсить, соответственно, с большей вероятностью мы получим рост. И вот, несмотря на то падение, которое мы наблюдаем с вами на рынке криптовалют, здесь и сейчас, я все-таки склонен считать, что базовым прогнозом, с точки зрения, опять-таки, вероятности, является вот этот сценарий с локализацией и началом игры вот этих вот факторов, позитивных для рынка, сезонного тренда, политического тренда и тренда, связанного с изменением, по крайней мере, каким-то, да, изменением нарратива со стороны центральных банков, хотя бы намека на это. Соответственно, в этом случае мы с вами получаем следующую ситуацию. Мы получаем ситуацию, что для нас с точки зрения, с точки зрения управления портфелем гораздо выгоднее. То есть здесь же, смотрите, кост, у нас всегда есть риски, которые мы должны взять и потенциальная доходность, которую мы можем получить. И вот здесь и сейчас, с точки зрения вот этого риск-реворда, мне видится достаточно как бы правильно иметь экспозицию в рынок. Что важно, что важно, друзья, с учетом текущего рыночного, текущей рыночной ситуации и вот этих новостей, которые прилетают вот буквально каждые там 5 минут что-то может произойти и сильно изменить раскладку сил, очень сложно выбрать точный вход в рынок. Ну, я бы сказал, это около невозможно, потому что вы можете очень красиво найти паттерн, очень красиво войти, а завтра вот начинается война, какая-то очередной фронт и там очередной конфликт и так далее, и так далее. И весь ваш теханализ, вся ваша аналитика фундаментальная и прочее, прочее, она просто идет коту под хвост. Но фундаментально и с точки зрения риск-реворда мы понимаем, что экспозицию все-таки лучше иметь, нежели чем не иметь, потому что вот этих больших просадок может не быть. Ну, то есть, и рынки, соответственно, улетят вверх, и вы останетесь с кэшем, потому что вот я знаю, что многие инвесторы на сегодняшний день по-прежнему all-in кэш, останетесь так же, как это было в 20-м или 21-м году. То есть, вы просто будете зрителями и будете смотреть, как там инструменты растут на десятки, а некоторые на сотни процентов. то есть, первое, очень сложно выбрать маркет тайминг, но в это же самое время мы понимаем, что логически экспозицию на рынок лучше иметь. Как эту проблему можно обыграть? И как это делаем мы, мои студенты, мои клиенты, я? Первое. Мы строим экспозицию постепенно. Я не люблю all-in. Вот, кстати, про all-in, друзья, есть в моем телеграм-канале очень классное видео. Я рассказывал вот про all-in. Это один из последних постов. Там две истории вообще, что такое all-in, стоит ли применять или нет. Вообще подписывайтесь сюда. Вот. Почему стоит подписаться, я, кстати, тоже сейчас расскажу. Еще одна причина. Первое. Мы строим экспозицию постепенно. То есть, например, сейчас у нас чуть менее где-то там, ну, опять-таки, в зависимости от того, кто как набирал, около 30% в рынке, 70% в кэш. То есть мы понимаем, что в рамках этой волатильности мы не можем точно попасть в рынок, но мы понимаем, что все-таки выгоднее что-то держать, нежели чем не держать. Соответственно, у нас есть активное управление. Если мы сейчас начнем расти, у нас сломаются ключевые сопротивления, на которые мы обращаем внимание, там, выстроить. Это очень важно, иметь понимание синхронности на рынке. Об этом я рассказываю у себя в большом курсе по криптовалютам. То есть, что такое синхронность и как это работает. То есть, как это считывать, этот посыл со стороны рынка. Соответственно, если все это приходит, мы начинаем увеличивать постепенно, постепенно. То есть, улыны – это не наша тема. Мы – это не моя тема. И не тема тех людей, с которыми я работаю. То есть, есть улынщики, это вот казино есть. Это туда. Все-таки для меня это бизнес. Инвестиции – это бизнес. Управление капиталом – это бизнес. И тут вот такие красивые, романтические истории, они, на мой взгляд, не подходят. Вот. В персональных финансах можно делать что угодно. А вот, ну, если все-таки цель зарабатывать в длинную, то стратегия, увы, не подходит. Соответственно, мы выстраиваем стратегию набора позиций. Если мы видим, что пахнет жареным, пока что жареным не пахнет. То есть, пока что мы не видим агрессивных, несмотря на все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, мы не видим, значит, агрессивных продавцов. То есть, рынок сливают, но есть шанс все-таки по технике, что это продают именно, больше продает ритейл, нежели чем профессионалы. Это гипотеза. Мы не знаем. Еще раз, мы не знаем точно. Это гипотеза. То есть, дальше мы будем выстраивать, если будет, как бы, негативный сценарий, то мы постепенно эту экспозицию будем сокращать до нуля. Если будет позитивный сценарий, мы, соответственно, эту экспозицию будем потихонечку увеличивать и добирать те инструменты, которые наиболее интересны в текущий момент времени. Второе решение, друзья, которое здесь есть, и оно достаточно элегантно, это применение хеджа при помощи опционов. Что такое хедж при помощи опционов и как он работает? Есть классический хедж, который вы можете почитать в абсолютно любом учебнике по опционам, в публичных каких-то видеороликах, я думаю, забить на ютубе хедж при помощи опционов, вам все это дело расскажет. Проблема этого хеджа, друзья, заключается в том, что этот хедж дорогой. Ну, дорого захеджировать, дорого захеджировать опцион, дорого захеджировать свою позицию. Ну, например, друзья, вот сейчас мы зайдем на дельту, просто вот посмотрим, сколько это стоит. Допустим, вот на ноябрь, вот на 27 тысяч, примерно 1000 долларов нужно заплатить. Это сколько? Это примерно 4% стоит хедж в лоб на 24 ноября. Это у нас на полтора месяца. На полтора месяца 4%, примерно там 3 с копеечками. Это очень дорого, это очень дорого, друзья. То есть, представляете, вот этот хедж в лоб, о котором вам расскажут в книжках, где вы почитаете, значит, прошу прощения, где-нибудь там на просторах YouTube. Этот хедж хороший с точки зрения того, что если что-то пойдет не так, то вы там понесете очень маленькие потери. Но это хедж дорогой. Понимаете? То есть, 4% на полтора месяца, пускай на 2 месяца, на 6 умножаем, это 24% там в год вам надо заплатить за эту страховку. Но это супер дорого. Это супер дорого и нерационально. Соответственно, важно уметь хеджировать так, чтобы это было дешево. И вот дешевый хедж – это то, что мы используем. Какие плюсы и минусы данный вид хеджа имеет? Минус заключается в том, что если рынок падает вяло, ну, какое-то вот такое падение, там, типа, например, там, сейчас мы пойдем до... В течение, грубо говоря, там, ближайших двух недель мы вяло упадем по биткоину, там, до 25 тысяч. То этот хедж особо не исправит позиции, не исправит ситуации. Это... Он не компенсирует вам этой просадки, как, например, хедж-флоп. Но стоимость этого хеджа, в отличие от 4%, может быть, не знаю, ну, там, в 10 раз меньше, в 5 раз меньше, там, вот, где-то от 5 до 10 раз меньше. То есть вы там, не знаю, за полпроцента, грубо говоря, получите достаточно неплохой хедж, который, то есть это минус его, минус в том, что если вяло текущее снижение, то он вас не спасает. Но он спасает ваш капитал в случае действительно серьезных штормов на рынке. Вот как во время ковида, это вот классный кейс Билла Акмана, который 27 миллионов превратил в 2,6 миллиарда, в 100 раз. Вот в такие ситуации, вот этот дешевый хедж позволяет вам закрыть практически полностью вашу просадку. И вот если, например, не дай бог, произойдет эскалация, и биткоин улетит куда-нибудь к 20, к 18, то вот в этой ситуации этот хэш вам компенсирует, но если не всю просадку, то практически всю. И, соответственно, друзья, вот в этой текущей ситуации у меня нет однозначного ответа, друзья. Но если вы думаете, что я ванга или провидис, нету. Но я подхожу к работе на рынке системно. Для меня важно выработать стратегию, иметь инструменты, которые помогают мне решать задачи в рамках этой стратегии, и, соответственно, эту стратегию правильно применить. Так вот, ответами на текущие вызовы, которые перед нами ставит рынок, являются два решения. Первое – это стратегия, это система управления экспозицией на рынок, то есть это выбор отдельных инструментов, в каких инструментах стоит сидеть, в каких инструментах не стоит сидеть, когда добирать, когда фиксировать. И второе решение – это хедж. И, соответственно, друзья, то есть тут, опять-таки, мы не знаем, ну нельзя опять… Это реальность. Нельзя выбрать в текущих условиях идеальную точку входа, когда мы имеем такие события, которые происходят в мире. Ну, ваш теханализ, он, безусловно, работает, его нужно применять, и он дает статистическое преимущество в долгую. Но сегодняшний рынок такой, что вся ваша техника может быть перечеркнута абсолютно одной новостью. Так вот, друзья, если вам интересно узнать про хедж, про то, как я хеджирую позиции, что такое опционы, вы не знаете, что такое опционы, никогда не сталкивались, но хотите в этом инструменте разобраться и как минимум разобраться, как хеджировать свой портфель задешево при помощи опционов, то 30 и 31 октября пройдет двухдневный практику, где я расскажу, в первый день дам теорию по опционам, что такое опционы, где их торговать, какие виды бывают, какие параметры мы должны знать и многое-многое другое. А во второй день мы поговорим с вами про хедж, про то, как хеджировать, как выбирать опционы для хеджа, когда это стоит делать, стоит ли держать хедж постоянно, а на самом деле, забегая вперед, скажу, что постоянно хедж держать не стоит. И бонусом я расскажу про стратегию покупки опционов. Покупка опционов – это очень сложная история, потому что, несмотря на всю привлекательность, у вас ограниченный риск, а можете заработать очень много, в покупке опционов очень сложно получить положительное мат ожидания. И вот есть буквально один паттерн, одна рыночная модель, которая систематически позволяет это положительное мат ожидания получить. И вот бонусом на этом практикуме я расскажу и про свою стратегию покупки опционов с прицелом, опять-таки, на рынок криптовалют. Какие условия касательно этого практикума? Как я и обещал, самые первые эти условия получили подписчики моего бота. И уже три человека записалось по специальным условиям, два еще думают. В общем, мест становится все меньше. Вторым я обещал дать эти условия моим подписчикам в рамках телеграм-канала. И, соответственно, после выхода этого видеоролика выйдут условия в рамках моего телеграм-канала. Поэтому, друзья, подписывайтесь, если все это вам интересно. Следом, после выхода этого видеоролика будут условия. И, скорее всего, если вы смотрите это на ютубе, вы уже можете пройти и посмотреть, какие условия касательно этого двухдневного практикума. И по традиции, самые первые получают самые лучшие и самые выгодные условия. В общем, друзья, такие мысли касательно рынка, такие решения. Магических пилюль у меня нет. Точно, что мы растем или падаем. Я не думаю, что кто-то вообще это может сделать. Очень многие это продают. Но в действительности, на мой субъективный взгляд, давайте так, это невозможно делать. Что можно делать? Это выстраивать правильную систему, систему работы на рынке, которая позволяет вам генерировать какое-то преимущество. То есть, генерировать положительное мат ожидания. И вот уже по поводу системных решений у меня, конечно же, есть что вам предложить. И вот на этом практикуме будет одно из решений, которое я применяю. В общем, друзья, чекайте описание, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А на этом у меня все. С вами был Андрей Михайлович. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.